Советник нашего пророка Мухаммада алейхиссаляту ассалям на небе, ангел милосердия и дождя, который никогда не улыбается, он управляет всеми природными явлениями. Есть много вещей, которые нам нужно знать об этом ангеле, упомянутом в священном Коране и Хадисах. Один из вопросов, который наиболее всего интересовал человечество на протяжении тысячелетий, это Вселенная. Одни ли мы в ней? Небеса, которым не видно конца и края, наполнены ангелами. И один из них – ангел Микаиль, который является одним из четырех великих ангелов. Он ответственен за дождь, который отвечает за естественные события в мире и за распределение средств к существованию животных, растений и людей. Наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхиссалям говорит в одном из хадисов. У каждого пророка были два советника из обитателей неба, и два из обитателей земли. Мои два советника из обитателей неба – Джибриль и Микаиль, а из обитателей земли – Абубакр и Умар. Слышали ли вы когда-нибудь о первой встрече пророка саллаллаху алейхиссалям ангелом Микаилом? Пророк алейхиссалям вознесся на небо под предводительством ангела Джибриля и посетил каждое небо один за другим, он увидел множество знамений Всевышнего Аллаха. Ему были показаны рай и ад. Когда он достиг шестого неба, он впервые встретил пророка Мусу мир ему. По одной из версий, после разговора с Мусой, наш пророк алейхиссалям продолжил путешествие и встретился с ангелом Микаилем. Прямо перед ним стояли гигантские весы. Его масштабы были настолько огромны, что они могли охватить расстояние между землей и небом. Наш пророк алейхиссалям подошел к Микаилю и поприветствовал его. Микаил ответил на приветствие и сказал, «Не было умы лучше твоей, и благословения, которые были даны им, никогда не были дарованы никому до них. Степень твоей умы выше, чем других, блаженны те, кто следует за тобой. Позор тем, кто не любит тебя и не следует твоим путем». Рядом с Микаилем было так много ангелов, что их было трудно сосчитать. Эти ангелы, служившие под предводительством Микаиля, также обратились к нашему пророку алейхиссаляму и сказали ему, «Мы посылаем тебе благословения и приветствия. Когда бы не выпал дождь или снег, тысячу лет назад при сотворении пророка Адама, и до сих пор за каждую каплю был ответственен отдельный ангел». Эти ангелы беспрекословно выполняют свои обязанности. Ангелу, который выполнил этот приказ, больше никогда не будет велено повторно выполнить его. Подумайте только, сколько их? Это непостижимо для нашего ума даже представить, насколько их много. Сколько было дождей, сколько было капель, сколько снежинок, сколько же ангелов. А вот так творит Всевышний Аллах. Наш пророк алейхиссаляту ассалям спрашивал у Джибриля мир ему, «О, Джибриль, можешь ли ты сказать мне, почему Микаиль никогда не улыбается?» Джибриль мир ему ответил, «Микаиль не улыбается с того дня, как зажегся адский огонь». Когда пророк Адам мир ему был создан, Микаиль был одним из двух ангелов, которые первыми поклонились перед ним. Во время битвы при уходе Микаиль и Джибриль защищали пророка алейхиссаляту ассалям справа и слева, а также в битве при Бадре Микаиль был среди ангелов, которые помогли мусульманам выиграть битву. Примечателен также инцидент, произошедший между нашим пророком и группой иудеев. Однажды к пророку саллиллаху алейхиссалям пришли иудеи и задали ему несколько вопросов, а получив ответы, они спросили, кто принес ему откровение. Когда пророк саллиллаху алейхиссалям ответил им, что это был Джибриль, лица евреев внезапно поникли, потому что, по мнению иудеев, ангел Микаил – главный ангел и их защитник. О Джибриле они знают как ангела бедствий и страданий и считают врагом иудеев. Когда пророк саллиллаху алейхиссалям сказал, что Джибриль является его другом, иудеи ответили, «Если бы твоим другом был Микаил, мы бы последовали за тобой и уверовали бы в твою религию. Ведь Микаил – ангел милосердия, изобилия и дождя». Почему же они признают ангела Микаила и отворачиваются от Джибриля? Они считали Джибриля врагом, потому что он приносил им вести от Аллаха, которые им не нравились, а ангел Микаил приносил вести, которые им нравились. Они утверждают, что Бухтунасар получил помощь от Джибриля во время падения еврейского царства. По этой причине евреи считали Джибриля своим врагом и объявляли Микаиля своим защитником. После этого разговора между пророком алейхиссаляту ассалям и иудеями был ниспослан следующий аят. «Кто враждуется Аллахом, его ангелами и посланниками, Джибрилем и Микаилем, тот неверующий. Поистине Аллах – враг неверующих». Дождь – великий дар, данный нам милостью. Настолько, что Всевышний предоставил его каждому живому или мертвому, неверующему, верующему, богатому или бедному. Всевышний говорит, «Мы не звели с неба воду в меру, сколько достаточно для жизни, и сохраняем ее в земле. Поистине, мы можем сделать так, что она, вода, уйдет, что приведет к полной гибели всего живого». Только вдумайтесь! Миллионы кубических метров воды испаряются из океанов, морей и озер по всему миру в атмосферу, а оттуда не сводятся на сушу к живым существам. Жизнь на нашей планете продолжается благодаря этой циркуляции. Всевышний установил такой порядок, что миллионы кубических метров воды могут оставаться в подвешенном состоянии на небе и спускаться на Землю один за другим, не причиняя нам вреда. Тот факт, что вода не замерзает, несмотря на то, что температура на высоте облаков достигает минус 40 градусов, а то и больше, является еще одним показателем могущества Создателя. Каждая капля дождя, вышедшая из облаков, спускается на Землю под присмотром ангела, назначенного Микаилем, а тем временем мы становимся свидетелями еще одного чуда. Хотя капли дождя, удерживаемые ангелами, путешествуют сверху вниз на километры, они достигают нас целыми, не задев друг друга. В противном случае посмотрите, что произошло бы, если бы дождь шел массой, а не каплями. А теперь представьте, как вода из огромного облака спускается на Землю так. Объект, упавший с высоты, объект, упавший с высоты 1200 метров, постепенно ускоряется, и при достижении Земли достигает отметки 560 километров в час. Если бы капли дождя достигли Земли с такой скоростью, каждая капля имела бы воздействие камня весом в один килограмм, и в результате растения, транспортные средства и люди понесли бы большой ущерб от капель, ударяющихся с такой скоростью. Но такого не происходит, поскольку, как бы ни падали капли, их скорость не превышает 10 километров в час. Вода, испаряющаяся из соленых океанов и мотных ручьев, спускается с облаков на Землю в чистом пресном виде. Всевышний говорит, «Если бы мы пожелали, то сделали бы воду горькой, почему же вы неблагодарны?» Пока продолжает существовать это видео на просторах интернета, те, кто стали причиной выхода этого видео, будут получать непрерывное вознаграждение. Команда Ансар Медиа дает возможность своим подписчикам поучаствовать в благом и совершать садах Аджария, которая покроет расходы на переводы видео, озвучку и нужды канала. Аллах увеличивает награду кому пожелает. Аллах объемлющий, знающий.